В областное клиническое отделение привозят самых тяжелых пациентов. Это Катя Мелихова из Горловки. Два дня назад девушку срочно доставили в Донецк на вертолете. Диагноз грипп с симптомами, похожими на H1N1 и тяжелая пневмония. Сейчас ни разговаривать, ни подходить к больной нельзя. Здесь, в отделении акушерской интенсивной терапии, находятся трое больных гриппом, осложненным пневмонией. Их анализы отправили на исследование в областную санстанцию. Результаты будут через 5-7 дней. Здесь строжайший карантин, обязательны халаты, бахилы и маски. Все пациентки изолированы друг от друга. Девушки поступили в отделение 7 и 8 марта. Кроме Кати, еще две больных из Добропольского района и Янакиева. Срок беременности у женщин от 3 до 9 месяцев. Для остановки болезни им вводят антибиотики последнего поколения. Из таких вот методик, которые мы разработали, я считаю, начали применять, нам больница в свое время приобрела аппарат для озонотерапии. И мы в комплексную терапию пневмонии включаем еще и озонотерапию. Это хороший противовоспалительный раствор, который помогает, способствует повышению качества лечения. Если состояние двух девушек опасения не вызывает, то у третьей пациентки, несмотря на интенсивное лечение, пневмония распространяется дальше. На днях ей планируют провести очистку крови плазмоферез. В прошлом году с диагнозом H1N1 в отделение поступили 27 пациенток. Троих спасти не удалось. В 2011-м наплыв отмечают именно сейчас. До этого на лечении находилась только одна пациентка. В области прошедшей зимы от штамма Калифорния умерли 8 человек, сообщают в областной санстанции. Все из разных городов региона. Возраст от 20 до 50 лет. Практически у всех умерших обращает на себя внимание позднее обращение за медицинской помощью. Люди обращались уже на 5-6 сутки позже, когда уже помощь было оказать им практически невозможно. И все умершие от гриппа были не привиты. В целом же заболеваемость гриппом и простудами в области пока продолжает расти. По сравнению с прошлой неделей показатели увеличились на 10%. Позже, чем в 2010-м, начал распространяться и штамм Калифорния. В отделении реанимации говорят, это только начало. Ожидают притока людей, больных свиным гриппом и пневмонией в ближайшие дни. Однако в санстанции утешают грипп явление сезонное. И уже через неделю-две и общее количество заболевших, и число случаев заражения штаммом Калифорния пойдет на спад. Оксана Виттер, Алексей Костюк, Панорама.